Приветствую вас! Я постараюсь ответить на вопрос, который вы задали максимально подробно, максимально помню, чтобы не осталось каких-либо непонятных моментов у вас, чтобы по возможности облегчить вам ваше существование, хотя, конечно, и это невозможно в силу того, что вы действительно привязались к молодому человеку и действительно его любили и любят. Значит, отвечая на ваш вопрос, была ли это любовь, можете сказать так. Была ли это любовь или нет, мы не знаем. Уж если вы не знаете, то и мы тоже не знаем. Почему? Потому что речь идет о некоем третьем человеке. Понимаете, да? Третий человек. Этот третий человек, ваш мужчина. Соответственно, мужчина, то, что чувствует, знает только он. Мы этого, к сожалению, не знаем. Но важно понять одну вещь. Если бы мужчина, ну, скажем так, хотел бы с вами просто подозвлечься, такое, ну, знаете, может быть, да, мужчина, вот тот хотел провести с вами время и так далее, то в этом случае вряд ли бы он делал для вас все, что делал. Потому что, ну, человек достаточно много времени провел с вами, и влюбленность, если бы она была, она бы закончилась. Влюбленность, вообще говоря, заканчивается достаточно быстро. И думаю, поэтому, именно исходя из поступков вашего молодого человека, думаю, что его чувства к вам были реальны. Но вся проблема заключается в том, что вы, во-первых, сказали, что мужчина зависим от родителей. И это, в общем-то, немного странно, потому что, ну, вы знаете, взрослый мужчина, срочник, служит в армии, да, и так далее, почему он все еще зависим от своих родителей, не совсем понятно. И в этой ситуации можно и нужно говорить о том, что мужчина, мужчина, он действительно оказался во власти определенных ситуаций, определенных обстоятельств, которые, ну, имеют над ним слишком большую власть, по его мнению. Мужчина ничего не мог поделать, мужчина ничего не смог сделать на данный момент, он не смог справиться с этими условиями, и, как говорится, сломался. То есть он не выдержал давления, он не смог отстоять свои интересы, не смог отстоять свою точку зрения, и именно благодаря этим обстоятельствам, именно благодаря этому, молодой человек остался там, где он остался. То есть выбрал наиболее бесконфликтный, более удобный способ жизни. Это не значит, что у него нет чувства. Просто есть люди, которые не готовы до своей части бороться. Он, оказывается, не готов преодолевать реальные трудности. И, к сожалению, о нем это говорит, как о мужчине, в общем-то, довольно показательно. То есть, если мужчина настоящий, если мужчина действительно волевой человек, если мужчина зрелый, знает, что он хочет, что он, не взирая на какие-либо трудности вообще, собственно говоря, будет стремиться к тому, чтобы быть со своей женщиной. Ваш мужчина выбрал совершенно другой способ, ваш мужчина совершенно иную модель поведения выбрал, и это его право. Нельзя его за это винить, и нельзя говорить однозначно, что у него не было любви. Любовь, что может быть, и была. Только проблема в том, что каждый человек любит по-своему. И кто-то готов ради этой любви бросить все, рискнуть всем, а кто-то нет. И ваш мужчина оказался не готов. Опять-таки, это вытекает из его поступков. И здесь я хочу сказать вам очень важную вещь. Вы, большая молодец, вы очень правильно на все реагировали, вы правильно себя вели и говорили правильные вещи. Теперь останутся этого же правильного поведения придерживаться. А именно, молодой человек может захотеть вас вернуть по истечению определенного времени. Молодой человек может захотеть восстановить отношения, которые были у вас с ним. И очень важно, чтобы вы правильно в этой ситуации себя вели. Очень важно, чтобы вы верно позиционировали и ставили себя. Если вы не видите и не увидите конкретных поступков от мужчины, если вы не увидите, что он готов быть с вами, что это вот оно уже рядом, что он конкретно вас зовет к себе, вот все, приезжай, не стоит ему верить. Потому что мужчина один раз вас, по сути, бросил, один раз вас, по сути, предал. И это может повториться вновь. Это может повториться вновь, потому что вы давали ему то, что мужчина нуждался. И чтобы вы не переживали этого вновь, чтобы вы вновь не оказались в такой вот ситуации, нужно вести себя грамотно, нужно вести себя выдержанно, Должны вести себя правильно И защищать В первую очередь Ваши интересы и интересы Вашего ребенка И им, вашим интересам Не пойдет на пользу Если вы будете постоянно, грубо говоря Метаться От мужчины к мужчине То есть, если вы будете, грубо говоря Расставаться с этим молодым Джагом А потом у него сходиться Потому что у него будет меняться его желание Это неправильно И уж точно не достойно Взрослых людей Поэтому, если вдруг он Даст себе сказать, смотрите на его поведение На то, что он реально вам предлагает А не на то, что он говорит Потому что сказать можно все, что угодно Слова это просто слова Если они не подкреплены поступками Особенно у мужчин Им нельзя верить К сожалению, им нельзя верить На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу Если вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего доброго И удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!